Всем здравствуйте! Меня зовут Елена, канал Счастливая Улитка. В комнате обычные обои, которые мне очень нравятся. И я не хотела их менять. Вы их сейчас видите. Но нас затопили соседи сверху. То, что я вам сейчас показываю, это часть в этом углу. Основная часть тут за стеллажом с книгами. Когда стеллаж с книгами уберу, вы увидите очень сильно коричневые разводы. Стеллаж уже убирали, смотрели. Это когда произошел сам залив. Потом тут высохло, стеллаж поставили назад. Буду снимать, увидите, там все очень коричневое. Я искала по магазинам обои, чтобы сменить, переклеить. Но мне ничего не понравилось. Отдавать за то, что не нравится почти 10 тысяч, мне как-то не хочется. С другой стороны комнаты обои на потолке пришлось снять полосу. Но эти обои у нас оставались. После поклейки этой комнаты, этого потолка, обои оставались. Вы их сейчас видите. Их хватит, чтобы переклеить эту полосу. В итоге эту полосу на потолке просто переклею. Решили обои попробовать покрасить. Обои на стенах не под покраску. Поэтому нанесли краску, которая была, попробовать. Вот вы сейчас видите, где развод. Прям попробовали. Закрашивает, не закрашивает развод. Ну, вроде бы закрасила. Так будет выглядеть. Вот так выглядела стена до. Попробовали кусочек покрасить белым. Ну, получается неплохо. Попросила коробки в магазине. Со стеллажа все в коробке сложу. Чтобы было удобно. И теперь могу показать вам весь угол. Белое, это мы попробовали. Как закрашивает. Бежала сильно. На камеру кажется не таким коричневым. В жизни прям... Хотя и на камеру тоже разводы сильно видно. Все коричневое. Так оставлять нельзя. Он высох полностью. Мокрым он казался гораздо темнее. Разводы были гораздо более коричневыми. Потолок, как текло. Ну, смотрелось оно раньше, когда мокрое было совсем темным. Вот остатки, когда высох. Не знаю, закрасит ли эта краска. Не закрасит. Надеюсь, что закрасит. Хотя бы за несколько раз. Посмотрим, что получится. Покажу. Остатками обоев наклеили полосу. Заменили полосу на потолке. Белым попробовали покрасить потолок и сены. Кусочками. Мы это сделали для того, чтобы понять, как поведут себя обои. Потому что обои на стенах не под покраску. Заказывает ли краску. Как это будет выглядеть. Через пару дней там... Не отшелушится ли краска. Вообще, как они себя поведут. Ну и на всякий случай тоже попробовали потолок. Потому что, ну, он, конечно, под покраску. Но мы же его не красили. Вдруг тоже как-то он поведет себя не так. Так и нужно будет искать другое решение. Не просто красить. Я решила делать просто все белым светом. Без каких-то оттенков. Выбирала супер белую краску. Мы подождали пару дней. Вот эти кусочки, они высохли. Нормально. И заказали краску. Краску заказали 10 литров. Интерьерная для стен белая матовая. Когда открыли, краска сверху желтая. Ну, внутри сесть на белая. Перемешивать будем долго. По себе накраска стала белой. Постепенно размешали. Ладони разбавляли. Решили красить так. Я засняла поближе краску, чтобы можно было прочитать. Вдруг кому-то нужна эта информация. Новый валик. Только покрасили. Еще все мокрое. Я прям снимаю. Я сама еще в краске. Все покрасили. Когда красили, я не снимала. Мне было не до этого. Ремонт я делаю не очень часто. И не имею большого опыта в покраске. Краску наливали в емкость валиком. В краску и красили. И красили, покрывали. Это покрытие на один слой. В мокром виде. Смотрится, ну, мне прям нравится. Неплохо. Интересно, что получится, когда это все высохнет. Красили двумя валиками. Ну, углы кисточкой. Не знаю, что получится. Надеюсь, все хорошо. Потолок вроде белый. Но пока видно, где он еще мокрый. Прошло 10 часов. Стены белые. Все хорошо. А вот потолок полосит. Он до конца еще не высох. Но уже видно, что его будем красить. Еще раз. Думаю, через пару недель. Не раньше. Полностью должен высохнуть. Как мне кажется. Прежде чем его красить. И, соответственно, мне опять все придется выносить из комнаты. Поэтому только через пару недель я потолок буду красить. Пока он еще до конца не высох. Кое-где потрогала. Он еще влажный. И через 10 часов, где был протек. Где вот текло. Опять начали проявляться следы. Это я буду также красить еще раз вместе с потолком. Краска сильно не пахла. Но спать здесь, конечно, было нельзя. Все равно влажно. Все равно есть какой-то запах. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была счастливая улитка. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok